Инициатив проходило на трех площадках, все нестандартные. Заводской цех, дворцы культуры. На каждый работали наши корреспонденты. Как воздух будут делать чище, расскажут прямо сейчас. Коллеги, могу сказать, что модератор на площадке, где обсуждали эковолонтерство и экологическое воспитание, один из самых высокопоставленных и уж точно самый высокий участник форума. Его рост 2 метра 13 сантиметров. Действительно, фигура на форуме очень весомая. Он становился чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Сегодня Николай Валуев первый заместитель председателя комитета по экологии Государственной Думы. Правда, признается, сейчас во время докладов высокий рост ему мешает. Ведь трибуны с микрофоном обычно слишком низко. Это мой крест. Мой рост, мой крест. Здравствуйте, дорогие друзья. В Челябинске Николай Валуев не впервые в свой прошлый визит посетил металлургический комбинат и городскую свалку. Кстати, о мусоре. Николай Валуев рассказал, что дома с детьми занимаются экологическим воспитанием. Да и сам сортируют бытовые отходы. У нас отдельно собирается все стекло. Естественно, батарейки и использованные лампы. Все это мы отвозим на пункты приема в то же сырье. То есть в семье все, взрослые и дети, этим конкретно занят. Каждая бутылочка у нас после йогуртов, она еще и вымывается. И уже после только этого кладется такой маленький небольшой домашний контейнер. Эта практика не началась в связи с моим вхождением в комитет по охране окружающей среды и экологии. Это в принципе у нас происходит уже очень давно. На форуме озвучили, что за 17 и 18 годы Челябинская область выиграла 5 президентских грантов, которые направлены на эковолонтерство. Сегодня также представили лучшие экологические проекты, так, например, акцию «Посади дерево». Благодаря волонтерам и благотворителям за 9 лет по всей стране было высажено только, представьте, 11 миллионов деревьев. Часть из них теперь растет и на территории Челябинска. По Челябинской области за два года посадок мы посадили 20 тысяч деревьев в Шишневском лесничестве. То есть достаточно такая мощная заявка на лесовосстановление. В момент посадки мы ведем онлайн-трансляцию. Отчет дальше предоставляется фото и видео материалами и спутниковыми координатами. В завершение добавлю, что участники площадки под названием «Экологическое воспитание и эковолонтерство» отлично знают, что одна пластиковая бутылка может разлагаться до тысячи лет. Поэтому здесь воду пили только из стеклянных бутылок и бумажных стаканчиков. Коллеги, вам слово. Да, спасибо, коллеги. А я нахожусь на второй площадке экофорума. Ее тематика – эффективная система обращения с отходами. Регионом номер один в плане сбора раздельного мусора называют Мордовию. В Саранске уже 8 лет идет система раздельного сбора мусора. Они первые запустили ее в стране. Чуть меньше года им потребовалось на то, чтобы построить необходимую инфраструктуру. Но возникли проблемы как раз таки с тем, чтобы приучить людей к этой системе. И в 2011 году они запустили большую просветительскую работу и рассказывали о раздельном сборе мусора даже в школах и детских садах. И в итоге так учили подрастающее поколение сортировать мусор. Собственно, о том, как выстроить правильную систему по сбору, транспортировке, хранению и переработке твердых коммунальных отходов, а также о рекультивации свалок, сегодня и говорят на площадке. Мы считаем, что в целом есть еще куда повышать эффективность этой реформы. Почему? Потому что граждане, платя деньги, они четко должны понимать, а какую услугу они получают. Потому что можно собрать вообще по три копейки, но при этом услуга вообще не будет оказана. Также особое внимание должно быть уделено опасным отходам первого и второго класса. Сейчас готовится законопроект в Госдуму, который позволит региональным операторам заниматься этими отходами и, значит, урегулировать ситуацию на этом, так скажем, рынке. Также подключаться к переработке и сбору опасных отходов должны и какие-то коммерческие предприятия. Например, здесь привели Челябинск и предприятие, которое занимается сбором и переработкой батареек. История с батарейками очень похожа на некий склад оружия. Представим, там смесь иголок, топоров, ножей, бомб и пиротехники. В таком виде действительно опасная сущность, которой надо как-то избавляться. С другой стороны, будучи рассортированной, она представляет из себя небывалое по концентрации источник сырья. В своем выступлении министр экологии отметил, что мусорная реформа – это самая сложная реформа в истории современной России. Но она должна пройти безболезненно. Кроме того, система обращения с отходами должна быть замкнутой. То есть то, что можно переработать, должно стать вторсырьем. Или, например, использоваться как топливо. А то, что использовать повторно невозможно, должно правильно рекультивироваться. Надо смотреть лучшие практики и подбирать то, что подходит для нашей страны. Для такой непростой по размерам страны, по территориям, по разным климатическим зонам. То есть вот это вот очень важно. И, конечно, нужна единая федеральная схема обращения с отходами. Над чем нам предстоит очень серьезно поработать. Ну и стоит отметить, что даже к организации форума подошлись с экологической точки зрения. Например, журналистам раздали вот такие эко-ручки. Они сделаны из переработанной бумаги, а значит, не наносят вреда окружающей среде. Что ж, я передаю слово дальше коллеге. Круглый стол по тематике снижения загрязнения воздуха в индустриальных центрах. Баланс интересов экологии и экономики проходит на базе Челябинского трубопрокатного завода. В цехе высота 239. Модератором круглого стола выступает Сергей Боярский, сын известного отечественного певца и актера Михаила Боярского. Я отметил, что первое слово дают принимающей стороне временно исполняющие обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, сразу же заявляя, что для Челябинской области проблема экологии – это проблема номер один. В 2018 году было выполнено около 50 различных мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха. В результате уровень загрязнения снизился примерно на 5%. Но уже в 2019 году количество мероприятий выросло до 80% и уровень загрязнения воздуха снизится уже на 20%. То есть фактически цели, поставленные президентом, будут выполнены раньше срока. Мы должны получить ситуацию, когда при соответствующем квотировании, при анализе реальной ситуации, при любой погоде, при любой эрозе ветров, что бы ни случилось, в конкретной точке населенного пункта превышение предельно допустимой концентрации быть не должно ни при каких обстоятельствах. В Рио губернатор рассказывает о том, что область готовится к переходу на новый вид топлива. Это жиженый природный газ. И в принципе область сейчас к нему уже готова. И уже в этом году начнут работать автобусы, общественный транспорт именно на этом виде топлива. Также Алексей Текстер рассказывает о проблеме с местным ТЭЦом, который выбрасывает 15 тысяч тонн выбросов ежегодно. И что сейчас о том, как исправить эту ситуацию, вопрос решается. Я думаю, что в течение нескольких лет после принятия решения это вполне возможно. Повторю, это достаточно большой объем выбросов, порядка 15 тысяч тонн, которые происходят в центре Челябинска. Так что будем эту проблему решать. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Но самое важное, это, конечно, отказ от сжигания угля, это рекультивация золошлака от вала, если мы говорим конкретно о ТЭЦ-2. Конечно же, в ходе круглого стола выносятся ряд предложений. В частности, представители Санкт-Петербурга предлагают разбить закон о квотировании выбросов и вводить его поэтапно. Первым этапом вводить квотирование общеваловых годовых выбросов, вторым этапом ограничивать именно выбросы разовые в период НМУ, и третьим этапом вводить уже какие-то индивидуальные ограничения для предприятий. Мы с точки зрения предложений будем формулировать самые разные варианты развития транспорта. Это и альтернативное топливо, это и перевод на газомоторное, и электрический транспорт, и, возможно, какие-то варианты разработки приоритетов для тех людей, которые перешли на альтернативные источники топлива для транспорта. Это могут быть и парковки, это могут быть и выделенные полосы, но тут нужно еще посмотреть, посоветоваться с коллегами. Коллеги, вам слово.